Пи-пи-пикалка! Хватит пикать! Всем привет, это Ола. А я его... Придумайте. Привет! По старой доброй традиции, каждому Новому году, мы делаем какую-нибудь игрушку. На этот раз мы решили сделать снеговика. Из мультфильма «Холодное сердце». Делать мы его будем из пенопласта, толщиной 100 мм. Самым первым делом нам нужно нарезать квадраты. 300 на 300. И соединить их между собой. Соединять мы будем с помощью шпажек и термоклея. Наносим термоклей на первый лист и скрепляем между собой. У нас должен получиться вот такой блок из пенопласта. Следующим этапом будет создание блока 190 на 190 мм. Это будет средний шар. Соединяем его между собой по такой же методике, как и первый блок. Сначала проклеиваем клеем, а потом стягиваем шпажкой. Сам снеговик будет состоять из трех частей. Нижний шар, средний и голова. Если вы надумаете делать такого снеговика, то запаситесь терпением. Мусора будет очень много. К тому же, пенопластовые шарики магнитятся и прилипают к одежде. Теперь этот блок нужно превратить в шар. Ваш квадрат должен превратиться в цилиндр. Затем потихоньку срезаем верхние и нижние части. Одним словом, смотрите визуально, где больше торчит пенопласта и срезайте его. Средний шар вырезаем точно так же, как и первый. Сначала превращаем его в цилиндр, а затем небольшими частями срезаем, чтобы получился шар. Чтобы придать изгиб туловищу снеговика, на нижнем шаре нужно сделать небольшую площадку. Точно так же срезать нужно немного пенопласта и на среднем шаре. На среднем шаре срезаем чуть больше, чтобы создать большую плоскость. вверху обрезаем так, как показано на видео. Вот в такой позе снеговик будет находиться. За кадром мы уже вырезали ему ноги. После того, как мы сделали ноги, нижний и верхний шар, их нужно обнаждачить с помощью наждачной бумаги, чтобы убрать все неровности и торчащие края. Итак, почти все части готовы. Теперь можно приступать к изготовлению головы. Как и с блоками, мы соединили две части пенопласта. Затем нарисовали очертания формы головы и приступили к вырезанию. По правде говоря, голова была самой сложной деталью. После того, как очертания стали напоминать форму олафа, мы ее занаждачили. Затем мы вырезали рот. Верхнюю губу изготовили из небольшого куска пенопласта. Чтобы создать объемность глаз, мы, как на видео, подальше от центра вырезали небольшие части пенопласта. После того, как мы изготовили все части олафа, их нужно обклеить салфеткой и ПВА-клеем, чтобы создать плотность всей фигуры и избежать того, чтобы пенопласт не сыпался. После высыхания снеговика нужно покрасить водоэмульсионной краской белого цвета. После высыхания такой краски снеговик обретает белоснежный цвет. Что ж, все части покрашены и высушены. Теперь можно приступить к сборке нашего снеговика. Стоять он будет на одной ноге. Как со сборкой блоков, сначала пронизываем шпажкой и наносим немного термоклея. По такой же методике соединяем первый и второй шар. Глаза и морковку красим акриловой краской. Можно покрасить морковку отдельно, а потом ее приклеить. Либо как мы установили и покрасили. По завершению у нас получился вот такой снеговик Олаф из мультфильма Холодное сердце. По правде говоря, выглядит он нереально круто. Такой снеговик может служить прекрасным декором в вашей новогодней атмосфере. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всего хорошего, здоровья и исполнения желаний. Не забудьте поблагодарить создателя этого снеговика лайком и подписаться на канал. Ну а на этом у нас все. До встречи в Новом году. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok